ты что сам откройся конечно ты хлопнул и все сразу внимание все сразу внимание обратили после того как ты хлопнул здравствуйте я с женщиной поздоровался на меня смотрит ну и по какому поводу вы собрались по моему поводу по какому черт побери давно хотели снять небольшой сюжет по поводу лена с кем-то здорово со зрителем почему ты выбрала эту профессию как как все получилось какую профессию по специальности очень по образованию я судовод да кто не знал здравствуйте вот как как я выбрал эту профессию изначально я училась на другую специальность но мне не понравилось вот и потом после первого курса я решила сменить направление и так как у меня отец работал в море больше с вами работают нет не сейчас он дома отдыхает не вообще работает в море да я решила пойти на судовода и так сказать подала документы только в один вуз на одну специальность вот прошла на бюджет и стала учиться на судовода пропустим это все прелюдию прелюдию пропустим мы перейдем к третьему курсу к окончанию его как ты собиралась небезызвестную компанию это было после второго курса значит после второго расскажи что ты проходила какие надежды мечты у тебя были да после второго курса точнее в конце второго курса я решила пройти собеседование известную всем компанию и ships вот где некоторые работают до меня направила академиям потому что у нас нельзя было без направления почему-то идти в это в эту компанию приехала я значит туда изначально было собеседование английском языке вот ты проходишь это собеседование тебе дают допуск к тесту вот ну для собеседования необходимо выучить слова которые у них на сайте предоставлены и затем небольшой разговор с этой девушкой вот затем я села сдавать тест прошла тест и затем уйдет у меня капитан наставник у механиков механик наставник я насколько ты английский марлин сдала на восемьдесят один процент эти вот олег в том видео с тестом позавидовал но это было для меня на тот момент я хотела знать лучше чем ты у тебя тогда было если не ошибаюсь восемьдесят три процента кто его помнит уж я помню что у нас была разница два процента и мне вот это знаешь так прямо грызла изнутри мне хотелось быть лучше но не вышло восемьдесят один процент вот затем я пошла капитану наставнику прошла я с ним собеседование он мне тоже поставил 4 балла по моему и на этом все да дальше просто ждала 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 и как мне потом сказали я девочка и у меня нет возможности работать от вишипс ну как оказалось девочки от вишипс могут работать буквально год назад я стал работать с французским экипажем и там я узнал что девушки могут работать у них только я думаю что это скорее всего украины тоже просто это нужно не через наш вишипс напрямую с французами связываться там работала как подруга она мало на подругу похоже с латвии я увидел один раз надежда у нее фамилия была написана английском я и прочел поли сука но на самом деле это полищу было когда я прочелся засмеялись ну вот там действительно поли сука написано ну как бы вот какая фамилия такой человек вот она вот наполовину сука наполовину нет но я я ее не знаю я просто видел один раз на одном судне так вот я был удивлен да у них берут девушек в принципе судоводами они нормально работают чертова муха задолбала меня я тебя перебью на самом деле да вишипс девушки работают девочка которая была девочка которая была на два или на три курса старше меня да она была от вишипс несколько раз в рейсе но затем она от них ушла должна была ждать от них вызова но решила найти другую компанию и там как-то устроилась не знаю как вот и работ работает теперь от другого крюинга и с тех пор вишипс как бы перестали сотрудничать точнее брать девушек нашей академии но я по-моему так уже с трудом вспоминаю эту подругу какая-то на гимнастка что ли было нормально так она тянулась то есть работать можно там принципе на шпагаты всякие да 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 шпагаты батманы всякие бэтмены как там когда ногу закидывают ладно давай расскажем все таки что делать в случае если вы не можете уйти в рейс тем кем должны по своей специальности то есть у меня не получилось уйти в рейс кадетом я нашла другой вариант уйти на пассажирской круизный лайнер такой не очень большой наверное потому что есть намного больше он ходил в гейском море кто любимое море олега потому что ногейская в общем катали мы турков в из мире набирали на банане что в из мире набирали пассажиров и там три-четыре-пять дней были круизы по греческим островам так вот ушла я от одесского крюинга ушла стюардессой я убирала каюты но я затем договорилась непосредственно в крюинге и затем уже на судне я просила чтобы мы не поставили в документах о том что я была кадетом чтобы мне засчитали в академии практику на самом деле компаний таких не кажется в одессе очень много с которыми можно договориться и которые помогут уйти мальчишки там работали утилями там пылесос или коридоры мыли посуду я как девочка мне пришлось убирать сейчас большинство уважаемых подписчиков геннадия скажут утиль утиль это же котел кто такие утиль я знаю только один утиль котел стоит считалось как разнорабочий просто делает то что скажет вот собеседование как такого там не знаю не было наверное что ты приходишь перед тобой сидят два начальника турка они просто им главное чтобы ты знал английский просто ты заходишь они говорят раздевайся раздевайся как бы крутишься не было олег не рассказывал именно так так потому что олег английский плохо знал на тот мир стали ручку надо но олег между прочим тоже прошел олег же был с тобой на суд да вот олега я олегу я тоже предложила пойти туда попробовать разнорабочим сказать подзаработать немного что там было да приходишь да разговариваешь на английском языке они проверяют знаешь ты хоть что-то можешь ли там дважды два как-то показать рассказать жестами на пару слов на английском связать все потом через неделю перезваниваю как приезжаешь проходит я понимаю все ну зрители интересуют название конторы а контора vival marine я не знаю если она до сих пор честно по что прошло уже сколько лет 5 6 я знаю что есть но и не то что это обработал я просто некоторых людей до сих пор оттуда уходят наши знакомые да поэтому компания еще существует уходила я без взяток скажу сразу потому что этот вопрос наверно многих интересует просто английский язык документы вот нужны были документы нужно был паспорт моряка нужны были готовые сертификаты уже нбжс спас средства это спас средства и сертификат там для работы на роро и пассажирских судак он там один совместный по-моему идет вот в принципе это все что нужно было по документам все затем приезжаешь проходишь медосмотр который все всегда проходят наверное вот медосмотр ты проходит кстати за свой счет но я также добавлю что но лена без денег устроилась но это потому что ее свели там люди определенные а так если вы сами пробуете то только при условии того что первую зарплату надо отдать конечно у меня не знаю но не первую зарплату но в районе 700 долларов сейчас все агентство держит руку на пульсе в одессе думаю черт побери он же выдает все эти тайны секреты зарплата что касается зарплаты ну мне как на тот момент как второкурсницы ну зарплата это казалось просто это же невероятно огромные деньги 700 евро тогда было мне это было выше за 700 евро у мальчишек там которые разнорабочими были зарплата была 500 евро вот а так ну то есть минимальная зарплата 500 евро и выше там уже зависит от того что ты делаешь кем работаешь все такое условия для работы были за мне кажется это баллафа какая-то мне было немного сложновато потому что рабочий день был такой с самого утра и до вечера с перерывом на обед но товарищу олегу нравилось я понимаю ты просто скажи кем-то работал я сказала что стюардесса и убирала каюты я убирала каюты ты приходишь 13 кают при нас кают и рабочий день начинается в 8 утра ты работаешь с 8 до 12 по моему один перерыв 15 минутный на кофе-тайм потом обед ты отдыхаешь нет не до 12 обману 12 был кофе-тайм потом был потом ты работаешь до трех а потом у тебя перерыв до 6 вечера и 6 вечера ты до 10 до половины десятого снова работаешь по вечерний сервис какой-то но зато после работы ты имеешь право если вы стоите в порту в греческом да ты имеешь право выйти погулять так как это был круизный лайнер то все остановки это были какие-то красивые города остров миконос родос санторини то есть это все очень интересно можно выйти там фотографироваться просто погулять там посидеть где-то пассажиры в это время все выходили на экскурсии на миконосе они все шли в клуб и все напивались просто до чертиков каких-то причем не только пассажиры там и рабочие тоже выходили там был один клуб скандинавия дискобар вот и туда по крюпасу бесплатно пропускали и там получается все постоянно рабочие судно все сидели перестань дергать ногами в разные стороны я понимаю ты вспоминаешь как ты работала и хочется сразу ногами вертеть до чаевые приходилось очень много улыбаться чтобы они очень приятно потому что все большинство это было какие-то похотливые турки часто это были старики ли или какие такие вот непонятные люди и вот они типа все же там русские девочки убирают каюты они что-то такие вот что черномазы предлагали когда-то убирать там нижнем белье номер ну там за определенные деньги нижнем белье не предлагали обнаженную ну конечно люди были очень разные очень интересные например два пожилых человека до 2 дедушки там заселяются в один номер думаешь там друзья там детство братья потом вечером звонок такой на ресепшн можно нам пожалуйста кровать сдвинуть и ты такой ну вот опять гомики старые пидоры конечно вот такие а все дело в том что вот этот остров миконос там очень много гей-клубов очень много гей-клубов и все туда короче все с такими наклонностями все едут на этот остров до олегу этот остров очень нравился он до постоянно гулял ладно у меня потом укусит не но олег просто рассказывал что там самые приличные заведения только для ребят с нетрадиционной ориентации он говорил что он просто приходил я не знаю что он там пил какой-то коктейль просто он сидел за барной стойкой и думал о своем может быть рассматривал там каких-то типов кожаных кепках джекетах ну на самом деле вот сейчас вспоминаю да том своем первом и единственном рейсе вот иногда даже скучаю но скучаю по людям и там были некоторые от люди которые хорошие добрые интересны и именно вот по этим островам что красиво на самом деле очень много там плохих людей работают скажем так весь офицерский состав это были греки практически все греки да там может быть я уже не помню кому кто-то кто-то один был поляк матросы были наши это же греки машина была вся практически наши украинцы и тоже был по моему поляк один а так были тунисцы были официантами это очень вонючие люди просто вот возле их кают невозможно проходить они еще главное так демонстративно обувь с носочками ставят возле каюты воняло фу но потому что они думают что именно вот в обуви все зло заключается если это зло оставить за пределами каюты то тогда все будет хорошо что касается проживания живешь как тройничку нет как в лагере каком-то это двухъярусные кровати 4 человека один санузел на две каюты вот но что что касается вот именно для практики да если вы на самом деле там учитесь на судовода или на механикой устроились вот на такое вот судно самое главное быть не конфликтным человеком и наладить сразу отношения от с мост с кем-то из мостика да вот с офицерами то есть сказать что проще простым языком поцеловать в попу начальству надо так подлезать вот так чтобы губы не запачкать чуть-чуть если запачкал то хотя бы смог вот зачем это нужно сделать во-первых чтобы вам написали затем в документах что вы были кадетом чтобы вам заполнили тренинг бук проставили печати и если уж очень хорошо подлизаться чтобы вас провели на мостик разрешили его посещать в моем случае мне было легче попасть машинное отделение чем на мостик машинное отделение наши меня пустили вообще без проблем несколько раз я туда заходила шарилась там нифига не понимала но вот мне самое главное мне пытались там что-то рассказать но она что ничего не слышно еще я в этих наушниках олег олег там видео записывал я на еще поправилась на 10 килограмм и она поднимается по трапу и попа такая здоровенная бог 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 это так видео начиналось из образца подумал такой-то порнофильм на на старую камеру 1.3 мегапикселя засняты для меня это был психологически тяжелый период особенно в конце когда все домой вернулись уже ты с рейса пришел отец у меня с рейса вернулся я еще как дурочка торчу там на судне какой полгода у меня три с половиной месяца был контракт и у меня же тогда как раз было после второго курса у меня было только лето свободно это после третьего курса у нас есть полгода для прохождения практики после второго нужно было так вот коротенький рейд сделать плавцен забрать немного вот поэтому но на мостик я тоже все-таки попала вот мне проводили на несколько раз экскурсии в итоге все получилось как я задумала мне заполнили тренинг-бук проставили все печати документы затем приехала в конторе еще написали что я все-таки была кадетом вот и поэтому я даже сделала отчета практике этом схемы на судне просила мне там распечатки выдавали в общем кучу всякой информации и вот наверное в академии даже до сих пор никто не знал что я была уборщицей а не кадетом потому что там только пару ребят из группы знали ну и человек который меня свел с этой конторой знал кем я на самом деле работала поэтому главное оборотень в погодах вот а вот вопросы как кормили кормили паршивенько олег говорил противоположную я приходила обычно на обед когда он уже заканчивался и ничего не оставалось мне не нравилось потому что повар был из турции вся еда была такая жирная знаете вот прям сжимаешь и жир так вытекать как оладима из того контракта где записывал прям выжимаю масло стакан да ну собственно из-за такой отличной еды я и поправилась на 10 килограмм еще потому что мне не нравилось и греки меня постоянно угощали сникерсы баунти а потом ты выходишь на островах и это все такие а пойдемте питу есть но это как наша шаурмяшка да и ты такой а пойдемте и плевать что уже 12 ночи да но есть то хочется сколько ты весила до контракта и после сколько весила до контракта не знаю но после весила 70 килограмм это было печально сколько 70 да не надо рассказывать там 74 какие 70 я еще тоже когда в аэропорту стоял вижу какой-то рыжий хомяк бегает своей голубой толстовки такой лена что ли что-то выбегает радостная такая там обнимает меня я чувствую ручища такая крепкая пальчики раньше были маленькие пухленькие на то время стали какие-то не знаю как сардельки здоровые сильно или синие нет я сильная вернулась я там такие мешки таскала грязные с постельным бельем до грязной чистые я еще работала на тропу этому тащишь а счетом на третьем это же вечно повара что там наляпают наляпать этом несколько раз падала поскальзывалась летела вниз тропа ну когда я был с индусами с лены переписывался что-то она крайне негативные отзывы высказывала в сторону своей якобы практике но лена еще не рассказал о том что из этих трех месяцев она наверно два спил и не проплакал это постоянно было потому что только последний месяц и первый тоже я уверен потому что она говорила когда смена туристов идет как они по-модному называют эмбаркация там эмбаркейшн когда старые уходят и нужно быстро каюты убрать чтобы новые заселились лена не успевала вечно ревела я всегда успевала просто я задалбывалась за это время настолько это было полезно вот тогда лена работала у нее мысли были в нужном направлении но мне было обидно было действительно обидно за то что ты прошел собеседование до хорошую компанию ты вроде бы не дурак то мне нравилось учиться кстати не дура не дурак будет не дурак вот мне нравилось учиться на эту специальность между прочим это все скажут подожди одно дело учиться может мне тоже нравилось учиться на механика но с реальностью это никак и не совпадает у нас не просто нравилось нравились преподаватель вот если преподаватель хороший да то интересно изучать его предмет все преподаватели по нашей специальности это были такие вот моряки вот такие старые большинство из них подводники даже еще были там преподаватель по навигации лодцы один который лекции читал а второй он уволился из академии еще когда я училась вот и вот он такой что не нравится он матом таким трехэтажным как загнет и ты стоишь такой прям и уважение к нему у меня обычно к таким неуважения хочется почечину дать сказать старый ты что офигел что ли мне нравилось навигационную прокладку делать на карте я вообще от этого тащилась там расчеты всякие делать то вообще конечно на те кто в море поняли жизнь так себя не ведут я могу сказать я видел одного человека он тоже у нас преподавал не буду называть его имя фамилию как он тогда сказал ребята то что мы там проходим это все ерунда на судне вас ждет абсолютно другое он молодой был парень ему было до 40 лет но он уже стармехом работает он был преподавателем но работал вторым механиком сейчас уже стармех но его кстати уволили с академии потому что он ушел на контракт и никого не уведомил ну что пожалуй будем заканчивать все что все что все что я вспомнила аж которые хотят найти мужика нормально если нет поехать в египет найти египтянина или в турцию и турка найти даже муха тебе запрещает говорить что можно сказать что может что можно пожелать девушкам которые хотят идти учиться на эту специальность ну запрещать понятное дело и говорит что это глупость и этого не могу так как я сама отучилась на эту специальность научиться было интересно все такое но найти практику устроиться вот и ко мне муха прилетела устроиться на судно будет очень сложно вам будет легче если у вас есть родственники в этой сфере или если вы это хотя нет даже если вы все очень 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 хорошо будете знать это вам тоже вряд ли поможет в общем везде нужны связи если у вас есть связи у вас получится устроиться когда так удачи можно только пожелать но если еще вот какие то вопросы не знаю конечно может быть в комментариях сможем как-то ответить если будут ко мне вопросы попрошу слишком много гадостей не писать там внизу зачем ты туда пошла зачем ты вообще думал построили твои родители вот родители смотрели со мной в одну сторону вот видите ли у меня хорошие вот просто нужно не знаю что может со своей стороны со колокольни скажу что на борту никому не нравится когда и женщина по крайней мере это если про наших русскоязычных французы у них другое мышление у них как я говорил ранее двойное образование там но все равно это полный бред короче женщине там не место нефиг туда лезть это по ее мнению я подкинула просто идею если вы не можете уйти кадетом кем можно уйти все-таки в рейс чтобы так сказать просто попасть на судно и хотя бы вот увидеть что там да как происходит они просто купить практику в одесском порту на этом на катамаране я даже я уже забыла как этот катамаран называется на котором все практику проходят в одессе неважно ладно я так последний последние слова добавлю о том что я работал на прошлом судне там был второй штурман женщины практикантов я не видел знаю что на другом судне 2 механик подруга работает тоже француженка ну и все пора секунду так вот на этом судне все было кадет саша девушка ну как девушка ей уже было по 30 но это была жена одного из офицеров вот и она там уже года четыре наверное практику кадетом проходит вот все все ждет когда муж ее повыше продвинет ждет когда капитан немножко продвинет ну на этом все удачи вам пишите гадости всем всем писком кис всем кискам пис